так погнали на корабле сохранился вроде как бессмертного менять не стал щиты у него офигенные остальные юниты я даже не знаю надо смотреть какую-то конкретную миссию где они понадобятся мне кажется вот на новичке надо проходить вот так а уже когда сложность повышается уже рассматриваешь для чего какие вот эти варианты юнитов больше подходят честно говоря за протос вообще не понимаю какие лучше какие хуже юниты так но у нас перелет ну и на шакурас надо лететь они на гласиус я уж не помню что там но там какой-то один юнит ладно гляньте как иерарху мне рассказали местоположение комплекса где ученые кхалаи экспериментировали с секретным оружием программа создания чистильщиков была возрождена в исследовательском комплексе на гласиусе мы должны получить столь мощную технологию технология это попозже а сначала шакурас неразимы шакураса ритуально прерывают свою связь с халой благодаря этому лишь они из всех перворожденных сохранили свободу до них нужно добраться прежде чем это сделает амун тут интересный какой-то монолит надо сюда лететь нет иерарху шакурас захвачен потери огромные подожди мы получаем сигнал слава богам артанис ты жив матриарх воразум что произошло шакурас балк врата искривления ведущий на аэру вновь открыты из них выходят полчища зергов и гибридов они разрушили наши города перевели стражей теней мы пытаемся эвакуировать население но я не уверена хватит ли у нас сил продержаться достаточно долго мы выиграем для вас время матриарх тамплиеры уже в пути судя по всему подготовка какая-то так атлас а надо базарить но тут все раз посмотрели значит базарить мы наблюдали за вторжением на айу пока не прервался сигнал затем открылись врата искривления что произошло с помощью кхалы амун подчинил себе тамплиеров я чувствовал в себе его безграничный гнев и не мог ему противиться зератул нашел меня а потом он он что он освободил меня но ценой своей жизни он погиб от моей руки зератул пришел предупредить меня но я не послушал его именно поэтому его больше нет звезды меркнут из-за этой утраты неважно кто управлял моей рукой матриарх я чувствую на себе бремя вины зерги продолжают заражать телематрос эвакуация моего народа под угрозой твоя помощь придется очень кстати игрок посмотрим чё за тамплиеры ключевые моменты когда игра автоматически сохраняется если у вас не получается выполнить задание вы можете загрузить сохраненную ранее игру и попробовать другую стратегию здесь шагура скешит зергами амуна мы удерживаем лишь юго-западный квадрант Калиматроса, но это подлится недолго. Население нужно эвакуировать, но пусковые комплексы заражены зерками. Их могут очистить лишь наземные войска. Когда комплексы будут очищены, корабли смогут покинуть Шакурос через планетарный канал искривления. Значит, мы очистим их. Твой народ будет спасен, Матриарх. Даю слово. Так, база есть. По времени пока не ограничивает никто, как хорошо. В этой битве тебе пригодится помощь моих темных тамплиеров. Они разят из теней, и враги не могут нанести ответные удары. Так, врата. Газ надо добывать тоже. Так, в репе пока... О, что-то происходит. Ортанис, рядом с тобой открывается разлом. Это гигант пустоты. О, боги! Его цель — канал искривления. Воины, мы должны уничтожить его, прежде чем он разрушит канал. Тамплиеры, сражайтесь с Хагодин. Страх — это... Три надоarlos. Так, неängся. Три не community. Гигант убит, но это ни к чему не приведет, если мы не очистим пусковой комплекс. Что у нас здесь? Светилище. Оно вызывает тамплиеров у нас. Оружейное? Позволяет вызывать фотонные пушки, да ну нафиг? А, в смысле это пассивная же фигня, точно. Хочу Нексус поставить второй. Не хватает минералов! Нужно построить больше пилонов. Твоимя пустоты. Светилище. Светилище. Следуем как обычно, сейчас ускорялку поставлю. Укрепите оборону. Отряд зергов выдвинулся в сторону нашего Нексуса. Сейчас вызовем мимо России. Артанис, Талимандрос обеспечивали энергией несколько хранилищ Саларита. Если сможешь добраться до них, Саларин твой. Их искать еще надо, эти хранилища. Саларин твой. Саларин твой. Второй гигант. Он атакует канал искривления. Осторожнее. Ползучие споровики и владыки могут засечь наших темных тамплиеров. Убейте их первыми. Уничтожение завершено. Твой сленок нерозним. Твой сленок неразним. Гигант уничтожен. Самое время заняться очисткой пусковых комплексов. Так, тамплиеры, что они? Газ. Нужно построить больше пилонов. Ага. Я выход из тени. Гигант уничтожен. 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 Продолжение следует... 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 Моргарь. Что ты привозишь? Хорошо. И вечно. Мы. Отличимся тебе. Я буду. Замачиваться. Пусть я разумею. Мы. Обыщимся тебе. Будь по-твоему. Хорошо. Я не буду служить тебе вечно. Так, а я нашел одну штуку только. Заманчиво. Веракум. Ради возмездия. Мы. Крадущиеся тени. Очень разумно. Умно. Хорошо. Будь по-твоему. Я не буду служить тебе вечно. Я не буду служить тебе вечно. Ради возмездия. Веракум. Я не буду служить тебе вечно. Ради возмездия. Я не буду служить тебе вечно. Очень разумно. Хорошо. Веракум. Погнали, погнали. так еще здесь за мальчего ради возмездия хорошо и нашу я Очень разумно. Радущиеся тени. Заманчивые. Хорошо. Вераку. Пустота. Я сердце тьмы. Очень разумно. Вы устранили заражение. Осталось очистить последний пусковой комплекс. Убейте. Очень разумно. Убейте. Убейте. Хорошо. Я загружу запасы в солнечное ядро. К тому времени, как наши войска вернутся, Соловид уже будет готов к использованию, Иерарх. Так, еще все получается, да? Очень разумно. Мои навыки пригодятся тебе. Убейте. 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 Все пусковые комплексы под нашим контролем. Матриарх, заканчивай эвакуацию. Ты спас мой народ, Артанис. Твои деяния никогда не будут забыты. Нажимай у меня. Зумай. Какое-то достижение, выполнить задание. Ниже двум демонов. Наверное, на большие сложности, он больше атакует демон этот. Темный Темплиер. Новый юнит. Сейчас посмотрим, можно как-то его изменить, наверное. Несмотря на эту трагедию, я рада видеть тебя, Ирр. Я надеюсь, что когда мы встретимся вновь, ты объявишь возвращение Аура. Я тоже надеялся, но мы проиграли. Тогда нам грозит куда большая опасность. Шакурас не должна постигнуть та же участь. Слишком поздно. Зерги Амуна вырываются из врат волнами плоти и клинков. Они уже наводнили Талиматрас и подбираются к светилищам лесу. Этот мир потерян. Масштабы заражения огромные. Шакурас придется уничтожить. Уничтожить? Я этого не допущу. Не допустишь? Шакурас был нашим домом задолго до того, как мы приютили ваш народ. Я не отдам Амуну эту планету. Пусть гибнут миры. Главное, чтобы мы выстояли. Потеряйте Шакурас и Айур. Мы изгнанники, Артамис. Истинным домом нашего народа всегда был Айур. Вернем же его вместе. Кому, как ни дочери, раз шагал решать судьбу этой планеты. Мы немедленно начнем приготовление. Иерарх, я запустил новую подсистему корабля. Ты можешь настроить ее в солнечном гидре. Так, что она хочет сказать? Ты, как ни один тамплиер, всегда верил, что наши народы смогут жить вместе. Это восхищало меня в тебе. Удивительно слышать это от тебя. Мне казалось, ты как раз была против этого. Да. У нас с тобой было много разногласий в Сумеречном Совете. Ибо я день за днем видела, как мой народ теряет себя. Видела, как уходят наши великие традиции. Ты хотела их сохранить? Я не Розин. Темный тамплиер. Я испытываю гордость за свой народ. Но ты также и Протас. Эта связь намного важнее. Конклав считал иначе во времена нашего изгнания. У вас был Айур, а у нас только наши обычаи. Так, военный совет вначале. О, побазарен. Все это время наши корабли находились буквально на расстоянии выстрела от их шалкового мирка. С тех пор многое изменилось, Хранитель. Вначале ты сдрушился с этими тиранами, а теперь еще и с падшими. Это ересь. Думаю, ты и сам понимаешь. Теперь темные тамплиеры – наши союзники. Некогда Протасы были раздроблены. Во времена эпохи раздора мы безрассудно убивали друг друга. И тогда был найден один единственный способ остановить безумие и сплотить наш род. Халла. Темные отвергли свет Халы. Отвернулись от собственной расы. Как ты можешь сражаться за них? Ты поклялась хранить нашу историю, Рахана. Почему же ты отказываешься замечать ее поворот? Я... Я вижу, что задела тебя, Иерарх. Прости меня. Мне непросто принять новую эпоху. Туфту несет какую-то бабка эта. Теперь ты можешь использовать войска, обладающие маскировкой. Да ладно. Темный тамплиер. Я понял. Короче, у нас две фракции типа Са-Юра, вот эти пацаны, из Шакураса. А, или это... Ну да, неразимый на Шакурасе. Чего он может у нас? Последний поражает несколько целей. На себя каждый из них по 35. Максимальное число ударов 5. И даже скачком каким-то, но постоянно мастеровка, это понятно. Крутой юнит. А здесь... Ай, ура, будет о том еще. Тоже маскировка, но как-то по-другому он бьется. Ну-ка, срочное возвращение. А, вот оно что. Мститель автоматически трепортируется в темное светилище и полностью восстанавливает запас здоровья и прочный щиток. Этот эффект может срабатывать не чаще, чем раз в 60 секунд. Чего-то вот этого надо взять. Прикольный тип. Вот так их построить, послать куда-нибудь один. А вдруг он телепортируется? Такого возьму мстителя. Пускай будет мститель. Ну и солнечное ядро черное. Ты что-нибудь узнал о ключе, фазовый кузнец? Только то, что моих знаний может быть недостаточно, чтобы раскрыть его секреты. Да ладно тебе. Объясни, что это значит. Представь, что тираны получили в свои руки нашу производственную матрицу. Их ученые никогда бы не постигли ее устройство. Я оказался в похожей ситуации. Мы не в силах постичь всей мудрости Зелнага. Продолжай работу. Я верю в тебя, Каракс. Восемьдесят саларит и что-то открылось. Еще здесь. Перегрузка Нексуса. Позволяет Нексусу автоматически атаковать находящиеся рядом вражеские войска на 7-20 урона. Пассивная. Но это круто. Ассимилятор орбитальный. Копье. Автоматически. Добавит весь пен из ассимилятора без помощи зондов. Вот это крутая тема. Просто построил и все. Включить нет. Пока посмотрим. Гармонизация искривления. Звездные врата и заводы робототехники можно улучшить. После чего для них открывается технология искривления. На восстановление возможности вызова с помощью искривления требуется на 20% меньше времени, чем на производство соответствующих боевых единиц. Тут надо подумать. Взять весь пен пока что. А потом уже это все поменять можно. А вот это вот что? Смомогательные системы. Так. Узвеличивает размер армии. А это что? Для вызова строений на поле боя. О! Вот это смотри. Ничего себе. На 20% быстрее. Так. Прям круто. А это увеличивает. Ну, это фигня. В принципе, пилоны и так ставятся. Вот с этой фигней надо поиграть. Все, пускай так будет. Мостик. Докладывают спасательные суда. Все целые находятся под эскортом копья Адуна. И что за задание у нас? Это решение далось мне нелегко. Но я лучше уничтожу Шакурс, чем увижу, как его заполняют зерки Амуна. Нам многое предстоит спланировать, Иерарх. Бонус 10 саларита, а основной не написано. Что дается? Ну, понятно. Бонусное надо выполнять по-любому. Саларит собирать. И интересная постройка у нас. Поехали. Скажи мне, Ворозун, как можно уничтожить Шакурос? Фазовая призма. Ее можно перегрузить. Вызвав выброс энергии в ядро планеты. Его силы хватит, чтобы уничтожить Шакурос. Амун не получит мой мир. Я думал над твоим решением. Твое мнение изменилось. Нет. Вы вновь напомнили мне о храбрости своего народа. Мы примем бой. Да, мы понесем потери. Как и Амун. Мы выманим через врата как можно больше зергов и гибридов Амуна. Как только их наберется достаточно, мы перегрузим Матрицу и сбежим. И обескровим его. Для этого потребуется целая армия. Можем ли мы так рисковать? Оставь это мне. Я многому научился у темных тамплиеров. Построив дополнительную базу на новом месторождении ресурсов, вы ускорите производство войск и сможете укрепить свою оборону. Наши войска заняли позицию вокруг храма Зелнага. Артанис, как идут твои приготовления? Я пытаюсь перенастроить храм. Но без кристаллов Урадж и Кхалис на это понадобится время. Нам понадобится не только время. Потоки энергии храма регулируются тремя монолитами зенита. Только уничтожив их, мы сможем вызвать перегрузку храма. До тех пор мы должны защищать храм от зергов и их повелителей гибридов. Не рази мы издавна использовали кайдалиновые монолиты для защиты территории. Я вижу, твой фазовый кузнец уже изучил эту технологию. Да, матриарх. Эти монолиты обладают смертоносной мощью и могут поражать цели на большом расстоянии. Они хорошо послужат нам в обороне. Тогда начнем. Время пришло. Чтобы покинуть планету, мы должны уничтожить монолиты зенита как можно скорее. Если будем медлить, зергов вокруг храма станет слишком много. Согласна. Если потребуется, мои темные тамплиеры смогут прокрасться мимо врагов и уничтожить монолиты. Так, ну тут еще базу, вернее, есть. Нужно поставить. Надо сразу ставить. И что у нас? Зерги собираются напасть на нас с юга-запада. Готовьте клинки, воины. Мы едины с тенью. Что ты предложил? Заманчиво. Победа. Продолжение следует... 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 Взгляд, владыки, пал на ваш укрытый с обраком мир. Великие боги! Никогда еще я не видел столь чудовищных созданий. Сосредоточьте огонь пушек на гибридах. Мы должны защитить храм. Холодно. От монолитов зенита нас отделяют крупные силы зергов. Самое время воспользоваться помощью моих темных тамплиеров. Так, получается и здесь тоже надо защиту ставить. База атакована. Я сердце тьмы. Иерарх, я... Я никогда не видела столько зергов. Неужели моей матери когда-то пришлось столкнуться с такой угрозой? Нет, матриарх. То, с чем имеет дело мы, гораздо ужаснее. Нам потребуются все силы, чтобы выстоять. База атакована. Мы едины с тенью. Противосместие. Очень разумно. Ваза атакована. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова